Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня у нас в меню особенный тортик в виде нераскрытых посылок с Алиэкспресс. Ну что, по традиции, конечно же, начнем с самой верхней посылки. И так уж совпало, что она самая крупная, самая объемная и самая тяжелая. А внутри у нас два вот таких вот кулечка с одеждой. Это, скорее всего, верхняя одежда. Я ее довольно давно жду. Ага, это вот такой вот худи, наверное. Это так называется. Очень длинная-длинная штука, больше похоже на платье. Ну не знаю, я почему-то думала, что это будут коротенькие худи. Конечно, сложно все это рассмотреть в кадре, поэтому все мои видео идут с примерками. И это не исключение. Давайте примерим, посмотрим, как это будет выглядеть на мне. Худи выполнен из хлопковой ткани. Длина очень интересная. Спереди более короткий, то есть доходит до колен. А сзади, как у ласточки хвостиком, очень длинная вставка, практически до щиколотки. Очень интересный покрой, широкие рукава, глубокий большой капюшон. Мне кажется, с этой помадой выглядит очень мистически. Как будто вы маг 80-го левла. Но в целом мне понравился почему-то этот образ. Вот не знаю, что-то в нем такое косплейное есть. Возможно, будет круто с белыми кедами или кроссовками где-то ранней весной. Что же у нас во втором пакете? Что-то черненькое. Это, кажется, плащ или пальто. Тоже у меня все в размере S, но почему-то мне кажется, что оно все на меня огромное. Или это специально сделано оверсайз. Но все-таки нагляднее будет показать это все на себе. Плащ в размере S довольно большой. И в плечах, и по длине рукава, и по обхвату талии. Мне нравится, что сзади есть декоративные рюшики, которые придают довольно грубому фасону женственности. В комплекте идут ремешки для рукавов и пояс. Я решила его вот так вот просто завязать. Плащ очень длинный, практически до щиколоток. Ну, это на мой рост 1,62 м. В целом, если затянуть себя хорошенечко поясом, выглядит очень даже интересно. Я бы сказала, классически строго. Ну что, переходим к следующей посылке. И предлагаю взять вот такой вот прямоугольничек, маленькую подушечку. Ммм, очень даже красивая коробочка. Мне пришли частики на такой маленькой белой подушечке. Как красиво упакованы. Ну, просто одно удовольствие открывать. Я, кстати, когда заказывала, думала, они будут немножко в другом цвете, потому что здесь половинка циферблата идет белая, а вторая половина типа под дерево сделана. Но на фотографии мне почему-то казалось, что там просто однородный розовый какой-то цвет. Я сейчас вам где-то здесь поставлю фотку. И постарайтесь мне все-таки поставить диагноз, вдруг я все-таки дальтоник, да. В целом, часики очень аккуратненькие. Мой любимый стиль минимализм. Они легенькие и такое чувство, что сам циферблат не металлический, а пластиковый, в отличие от ремешка. Ремешок очень сложно открывается. Удачный вариант на каждый день и, в общем-то, под любой аутфит. Следующую посылку я предлагаю взять вот такую вот плоскую. А внутри у нас что-то ввязанное и, надеюсь, теплое, потому что у нас в квартире очень холодно. А тут и подарочки есть, кстати. Вот такие вот неоновые резинки. Давайте посмотрим, что же это. Боже, почему оно такое короткое? Сейчас больше похоже на пододеяльник, но все-таки стоит померить, посмотреть. Мне кажется, довольно приличная длина. Все, что нужно, прикрывает, но не совсем понятная мне ширина. Это размер универсальный. И обычно такие фасоны ложатся далеко не по фигуре. У них свободный, как я называю, постельный крой. В общем-то, когда это прямоугольник. Очень интересный состав ткани. Мне кажется, там есть шерсть, потому что прям видно остевые волоски и даже слегка покалывает. Но это определенно плюс. Мне понравился состав, фактура и цвет ткани, но не фасон. Следующий хочу открыть вот такую вот черную посылочку. Тут у нас опять одежда. Посмотрите, как красиво сложено. Прям не хочется открывать. Размер S. Это, кажется, вельветовое платье, которое заказывала очень давно. Боже мой, какое хорошенькое. Я помню, что у меня в детстве был такого же цвета вельветовый сарафанчик. Очень надеюсь, что подойдет мне по размеру, потому что фасон очень нравится. Платье выполнено из тоненькой вельветовой ткани. Это не зимний толстый вельвет, а более такой летний весенний. Мне понравился фасон. Немножко не хватило длины рукава и слегка широковато в талии. Но, скорее всего, это такая задумка. В нем легко двигаться, удобно и комфортно находиться. И что удивило, правильная длина. Практически до колена. И вы не переживайте, что что-то как-то будет видно. И это придает вам уверенности в каждом движении. А двигаться в нем захочется. Ну что, у нас остается три малюточки посылки. Давайте же побыстрее их откроем. Посмотрим, что. Здесь есть определенная одежда. Она бы сюда не влезла просто. О, и тут у нас кисточки для макияжа. Это похоже на дорожную версию. Прям в чехольчике идет. Очень идеально. Очень стандартный, мне кажется, нужный наборчик. Действительно, есть все, что вам потребуется для макияжа. Единственное, я не понимаю, я вот этих вот спонжей, для чего это нужно и вообще кому. В целом, кисточки мягкие и не линяют. Это очень даже радует. И специально к концу этого видео я оставила две вот таких вот секретных посылочки. Я знаю, что там внутри и вам сейчас все покажу. Мне на обзор прислали два набора кистей для макияжа. Это самые лучшие их наборы, бестселлеры. И я хотела бы вам их подарить. Возможно, вам тоже будет интересно сделать обзор самостоятельно. Ну, вы там уже сами будете определяться. Так, и здесь у нас целая охапка кисточек для макияжа. Посмотрите, какие они красивые. Вот этот вот наборчик я разыграю у себя на канале. Все, что вам нужно, будет подписаться на этот канал и написать в комментариях, что вы участвуете в розыгрыше. Итак, у нас в наборе шесть кисточек. Мне нравится, что они разноцветные все. Это прям очень прикольно выглядит. Первая кисточка самая большая и самая пушистая для пудры, конечно же. Более меленькая кисточка можно для румян, можно для тональной основы. Плоская лопатка точно уже для тональной основы. Можно ею и консилер наносить. Самая идеальная кисточка для растушевки теней. Посмотрите, какой у нее длинный ворс. Еще одна более крупненькая, вот такая вот пушистенькая кисть. И вот такая вот совсем тоненькая для нанесения подводки. Посмотрите, сколько здесь кисточек. Ничего себе! Мне кажется, этот набор прям очень инстаграмный. Идеальные белые ножки с золотыми элементами. И ворс просто неимоверно мягенький. К нему прям очень хочется касаться, но я не буду, потому что это вам на подарок. Старовенная кисть для пудры. Более мелкая кисть. Пенечком обстрижена для нанесения тональной основы. Скошенная кисть, конечно же, для контура или нанесения румян. Остается 5 кисточек для макияжа глаз. Маленький пенечек для растушевки. Скошенная кисть для подводки. Кстати, очень удачная, тоненькая. Малюсенькая-малюсенькая кисть для мелких деталей и прорисовок. Еще одна пушистая кисть лопатка для растушевки теней. Это, кстати, моя любимая форма таких вот кисточек. И еще одна маленькая лопатка, более плоская, для нанесения теней на все подвижное веко. 5, 6, 7, 8 кисточек с одного набора. Я хочу разыграть в своем инстаграм. Условия будут точно такие же. Вам нужно будет подписаться на мою страничку в инстаграм. И под постом с фотографией этих кисточек написать, что вы участвуете в конкурсе. Кстати, можно одновременно участвовать и в конкурсе на канале, и в конкурсе на страничках инстаграм. Это значительно увеличит ваш шанс на выигрыш. Еще раз, все условия конкурса и ссылку на мою страницу в инстаграм я оставлю внизу в инфобоксе. Там, кстати, вы найдете все ссылочки на показанные товары. Желаю вам удачи и надеюсь, вы будете пользоваться ими с удовольствием. И пробовать постоянно что-то новенькое в макияже, потому что это прекрасно. А на сегодня все. Спасибо вам большое за ваше внимание. А я вам всех целую и пока!